За грубой маской сварщика, милое лицо хрупкой девушки. Полина Рябова среди участников соревнований единственная барышня. К чемпионату профессионала она усердно готовилась еще с прошлого года. Под присмотром наставника сварила несчетное число контрольных образцов и металлических конструкций. Варить я начала еще до того, как пошла в колледж. Приезжала к папе в гараж, к друзьям в гараж, везде, где сварочный аппарат. Ну, типа, почему бы не попробовать? Интересно, искорки там, весело. Сейчас Полина тщательно прячет косы под воротник спецодежды. Говорит, чтобы не спалить красоту. Техника безопасности первая, на что обращают внимание эксперты. То, что здесь происходит у нас на чемпионате, я могу сказать, что не каждый, даже уже после выпускник, сможет сделать все задания. То есть это прямо очень сложные работы. То есть и многие даже не представляют, что это такое вообще. Одно из конкурсных заданий – сварить из стали герметичный сосуд. Качество швов проверят под высоким давлением. Сложную конструкцию приходится варить под углом в 45 градусов. В таком пространственном положении электрогаз-сварщики аттестуются на Национальное агентство контроля сварки. Сначала сахарочек вставляем. Запускаем. В аудитории мехатроники робот для чайной церемонии сложит сахар в чашку, размешает, добавит ломтик лимона и даже пакетик отожмет. Правда, воду пока не подвели. Открылся самовар, но пока вода не течет, трубочки нет. Ну, мы чай сухой попьем. Ничего страшного. Большинство деталей напечатали на 3D-принтере. Аппарат собирали месяц. Участники чемпионата изготавливают конвейерную линию попроще. Однако все должно быть четко по заданию экспертов. В соседней аудитории программисты трудятся над мобильным приложением по оплате и доставке товара. Это одна из новых дисциплин чемпионата. Задания сложные. И мы сами этим занимаемся недавно. Поэтому для нас это новинку. Мы решили попробовать. Стараемся на пределе возможностей своих. Осталось 50 минут. Рабочий день кондитеров подходит к концу. А еще не все конкурсанты все успели. Муссовый торт, 10 глазированных эклеров и 4 порции знаменитого десерта Павлова. Приготовить надо за 6 часов. Времени в обрез. Это прям в притирочку. Ой, какую в притирочку. Настолько это все кропотливо. Очень сложные изделия. Многокомпонентные. И наличие декора делают их очень сложными. Максим Балжеларский всем десертом предпочитает мороженое. Студенты из Лабытнанги впервые составляют конкуренцию кондитерам из Ноябрьска. Пошел, поступил на повара кондитера. И как-то потом это так затянуло. То, что с каждым годом, с каждым шагом все вау, вау, вау. И прям не отпускает. Ответственный этап для кондитеров – дегустация. Эксперты оценивают не только технологию приготовления и внешний вид десертов, но и их вкус. Итоги регионального чемпионата подведены. Юниоров и студентов, показавших наилучший результат, ждет отборочный этап в национальный финал. Ольга Климова, Ярослав Кудренок. Время Ямала. Ноябрьск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова